Приветствую вас. Ваш вопрос звучит примерно так. Подскажите, почему в семейных отношениях так происходит? Говорит, что любит, чувствует, что есть какие чувства ко мне, но при этом всё равно говорит и обещает сделать, ничего не делает. Во-первых, сразу следует уточнить, что вы здесь подразумеваете под семейными отношениями, потому как, если это отношения семейные, если это отношения между супругами, то супруги принимают друг друга, безусловно, такими, какими они есть. Если ваш супруг, например, ведёт себя таким образом, то это его особенность, это его индивидуальная черта. И вы, согласившись выйти, например, за него замуж, согласились на то, что вот он такой. Не совсем понятна причина вашего в данном контексте вопроса. Если ситуация складывалась несколько иначе, и человек начал вести себя подобным образом, спустя какое-то время после брака, после заключения брака, то в таком случае можно говорить о некоторых изменениях в ваших отношениях. Какого рода изменения, что они из себя представляют, это уже не столь важно, но это то, что необходимо разобрать, это то, в чём необходимо разобраться. Потому что отношения, потому что отношения это система. И может быть у мужчины пропали чувства, может быть вы стали вести себя как-то по-другому, но не разбираться. Далее. Вам ничего абсолютно не даст ответ на вопрос, почему человек так себя ведёт. Ну потому что знание этого, знание причин не меняет ситуацию в целом. Поэтому далеко не всегда важно понять эти самые причины. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Вот вы хотите понять человека? Почему? Потому что очевидно вас это как-то задевает. Вам это может быть как-то неприятно, да? или может быть что-то ещё здесь имеет место быть. Так вот. Вы принимаете на свой счёт поведение вашего супруга. На самом деле это свидетельствует о неустойчивости восприятия вами самой себя. И вот здесь данный момент нужно, на мой взгляд, конечно же, исследовать. Но это исключительно зависит от вас. То есть не причину выяснять, да? Не причину выяснять того, что происходит. А смотреть на то, как и из-за чего вы принимаете на свой счёт то, что человек, ну вот, ведёт себя подобным образом. Это важно для вас. Вот. Вот. Примерно так. Можно ответить на вопрос. Если же отвечать непосредственно на тот запрос, который вы озвучили, то у человека есть такой способ, в кавычках, обратить на себя внимание. Причём, обратить внимание на себя негативно. Вот так, как он это сделал. И по-другому он не умеет. То есть ему нужно, очевидно, специально сделать что-то негативное, чтобы вы негативно обратили на него внимание и подкрепили его определённую позицию по отношению к себе. Ну а вы, благодаря своему восприятию и своему поведению, подкрепляете своё восприятие себя же. И получается, что каждый из вас действует для того, чтобы укрепить свою картинку мира и то, как он себя в этом мире видит. Не важно, хорошо это или плохо. Такая вот история. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...